Друзья, в продолжении нашего предыдущего видеоролика про новостройки мы решили сегодня с вами посмотреть крайне интересную новостройку в западной части Лос-Анджелеса. Район так и называется West Los Angeles. Данный дом примечателен тем, что на весь район West LA с населением почти в 15 тысяч человек, этот дом является одним из всего четырех построенных за весь нынешний 2022 год. Это очередной пример и доказательство тому, почему новостройки существенно дороже в Лос-Анджелесе и почему на них всегда есть и будет спрос, следовательно, данный тип недвижимости является высоколиквидным. Еще одна интересная черта – это площадь самого участка, на котором расположен дом. Уверен, вы будете сильно удивлены, но давайте все рассмотрим по порядку. Итак, сам дом включает в себя три спальни, четыре санузла, больше двух тысяч квадратных футов жилой площади и год постройки 2022. Напомню, в Калифорнии жилая площадь не включает в себя гаражи, балконы и террасы. И данный дом выполнен в традиционном стиле, периметр участка огражден деревянным забором и благодаря кустарникам насаждениям достигается относительная приватность. Еще одно преимущество этой локации в том, что мы буквально меньше чем в 10 минутах находимся от Santa Monica Pier, то есть фактически муа океана и пляжа. Позади нас на той стороне Exposition Boulevard проходит линия метро и там же находятся школы, бары, кафе, парки, офисные центры, супермаркеты. В общем, все, что вам может быть необходимо повседневной жизни, это все абсолютно в пешей доступности. Добро пожаловать, друзья. Дом выполнен в традиционном стиле. 2022 год постройки. Кто его купит, будет первым, кто когда-либо здесь жил. В доме три спальни, три с половиной санузла. Общая жилая площадь составляет 2200 квадратных футов. На первом этаже мы имеем гостиную, кухню, выход прямой в гараж, небольшое офисное помещение, которое я вам покажу через минуту и небольшой склад для кухни, где вы можете хранить ваши продукты питания. К сожалению, на первом этаже спали нет, они все расположены на втором. Здесь камин, раздвижные широкие двери, которые ведут нас на передний двор, откуда мы попали в дом. Еще хочу обратить ваше внимание на то, что кухня и гостиная, они совмещены. Это часто встречается в новостройках и из-за того, что очень специфичный район, здесь мало кто готовит дома, здесь очень высоко развита ресторанная сеть, бизнес и вы можете легко заказать еду себе домой, поэтому мы не видим большого количества пола, которые мы обычно привыкли наблюдать в других новостройках. Все кухонное оборудование в данном доме, модели производства Samsung и холодильники, посудомоечная машина и плита, столешницы выполнены белого цвета, из кварца и на заказ сделаны полки и шкафы возле холодильника. Давайте теперь пройдем дальше по коридору. Справа от меня расположен гостевой санузел, дальше идут лестницы на второй этаж с высокими также потолками, широкими окнами, которые добавляют еще больше света и делают это пространство более воздушным. И гараж на две машины. А мы с вами поднялись на второй этаж, где расположены три спальни. Обратите внимание еще, кстати, что полы во всем доме выполнены из инженерной доски. Мы сразу попадаем в первую гостевую спальню, где сводчатые потолки, так называемые wallted ceilings, что не так часто встречается в второстепенных спальнях. Совмещенный санузел с одной раковиной и гардеробная небольшая для одежды. Дальше по коридору слева от меня будет прачечная зона, у которой есть уже hookups, то есть трубы заранее установлены, чтобы вы просто подключили сушилку и стиралку. Небольшой минус в этом доме заключается в том, что из-за того, что на первом этаже нету спален, то вам, скорее всего, будет не очень легко перепродать, либо сдать этот дом в аренду в будущем. Потому что если житель имеет каких-то, скажем, взрослых родственников, либо друзей, которые их навещают, то им будет достаточно проблемно постоянно по лестницам подниматься на второй этаж. Поэтому наличие бедрума на первом этаже очень было бы желательно. Вторая гостевая спальня идет только с класса для одежды. Конечно, здесь нету санузла, но есть также vaulted ceiling. Вот это пиканье, которое вы слышите, это от смок-детектора, который был недавно буквально установлен. Кстати, по коридору, по ховаю также четыре окна, третья спальня, главное, это самая важная комната в любом объекте недвижимости Калифорнии. Также сводчатые потолки, свой собственный санузел с двумя раковинами, просторной душевой кабиной и walk-in closet. Теперь самое важное и интересное, это финансовая сторона данного вопроса. Дом выставлен на продажу за 1 миллион 800 тысяч долларов. Это обозначает, что при налоге на недвижимость, которая является стандартным, 1,25% от стоимости покупки, вы будете платить ежегодно 22,5 тысячи долларов в качестве property tax, который, кстати, не увеличивается по мере удорожания самого объекта. Лот, то есть участок, на котором расположен дом, может показаться небольшим, он так и есть, маленький, но если вы проедете буквально в соседний район, который называется Венис, такой там часто очень встречается, и дом такого плана, 2022 года до постройки, такого же square footage, то есть жилого пространства, будет стоить минимум 2,5 миллиона долларов, поэтому мы считаем, что это достаточно неплохая альтернатива даже квартире, либо таунхаусу в этом районе, если вам нужно быть ближе к океану. Ну что, друзья, если у вас есть какие-то вопросы, напишите, пожалуйста, нам в комментариях, что вам понравилось, а что, может быть, нет в данном доме, вы знаете, как с нами связаться, если у вас остаются какие-то пожелания, все контакты будут внизу, мы с вами увидимся в следующем видео, счастливо!